Многие посетители у нас всегда обращают внимание, что по астрономии у Германа Степановича четверка. Но это не помешало ему слетать в космос и стать вторым человеком, покорившим космическое пространство. Шарфик, лыжи, детская гармошка, первые тетради. Именно этот мальчишка из Алтайского края 6 августа 1961 года совершит полет в космос на корабле «Восток-2». Именно этот мальчишка, у которого четверки по астрономии, покажет человечеству, как выглядит наша планета из космоса. Именно Герман Титов сделает первые фотографии из космического корабля. Корабль «Восток-2» пилотируется гражданином Советского Союза, летчиком-космонавтом майором-товарищем Титовым. В 25 лет самый молодой космонавт совершил самый продолжительный полет в истории освоения космоса на тот момент – 25 часов 18 минут. За это время Титов 17 раз облетел Землю, успел поесть, поспать. По воспоминаниям Германа Степановича, он проспал больше положенного на несколько минут. И на Земле забеспокоились, что космонавт в положенное время не выходит на связь. Но потом оказалось, что все нормально. Космонавт просто крепко заснул в космосе. Ежегодно музей имени Германа Титова посещает около 30 тысяч человек. Кстати, в доме Титовых, который еще называют «Ласточкино гнездо», до сих пор плодоносит яблоня, которую посадил Титов. Из раняток сотрудники музея делают варенье и угощают гостей. Герман Степанович вообще очень любил свою родину. Он использовал любую возможность, чтобы побывать в родном селе, вообще в Алтайском крае. И так получилось, что вот в 2000 году Германа Степановича не стало. И он за месяц до своей смерти неделю гостил у нас в Алтайском крае. Был в музее, встречался со своими одноклассниками, односельчанами. Жесть. Жесть, да, это реальная жизнь. Прикольно. Многие дружали, когда сидел. Боялся, что упаду куда-нибудь. Титов навсегда прославил небольшое село в Алтайском крае, численность которого всего 800 человек. И кто знает, может быть, Герман Степанович – это еще не последний космонавт в истории Полковникова. Конечно. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.